всем привет на канале калина красная сегодня у нас обзор на китайский battle pack от компании bella под артикулом 10 573 данный набор является копии леговского под артикулом 75 134 battle pack галактической империи пришел мне в таком комплекте у нас есть инструкция типичная инструкция для лего скопирована фигурки сборка и итоговая модель на обратной стороне у нас все модели которые успели скопировать было здесь нас за 16 год данный модель идут очень интересные возможно они будут у нас и в следующих обзорах и два пакетика у нас чисто сама модель орудия и пакетик с фигурками но скорее всего у лего все также находилась тоже за кадром я это соберу и мы сможем оценить данный battle pack итак набор собран и что хотелось бы сказать перед тем как его обозревать что оригинал лего взят у нас игры battlefront который вышла не так давно именно там вот можете увидеть данных штурмовиков которые очень так изящно поцарапаны покоцаны и сделаны и что еще хотелось бы сказать что данный набор я покупал не просто так а покупал его специально из-за штурмовиков имперского офицера так как если покупать на алиэкспресс данных штурмовиков по штучно они там есть но они там ужасного качества я смотрел отзывы от покупателей практически везде скошены принты и это не очень хорошо итак приступим я уже взял в руки вот такого штурмовика это шок труппер имперский выполнен в красную расцветку как и полагается данному данным видом войскам и так что мы видим очень хороший пропечатанный тортик а принты очень хорошие принты на теле не смазаны принты на ногах чуть-чуть а скошены слева но это не критично итак сзади на что сзади у нас тоже очень хороший принт но маленький косячок он немножко скошен вправо и вот это вот оранжевая полоса я не знаю что это так ли в легоских оригиналах у меня нету принт на само шлеме очень хорошо выполнен очень хорошо есть небольшие недочеты но не существует несущественные и если только в не вглядываться снимаем шлем там у нас опа ну бывает кстати говоря очень тугие очень тугие руки и ноги очень хорошо так сейчас снимем шлем итак у нас под шлемом стандартная леговская голова которая применяется специально для клонов и вообще вообще для штурмовиков солдат по звездным воинам шлем если его так очень туго натянуть сидит хорошо если же чуть поплохо то он слетает видите да слетает ладно дальше дальше у нас идет обычные штурмовики сейчас я поставлю плохо держится обычную штурмовику в данном battle pack 2 принт на тортике выполнено очень хорошо видно вот эти по коцки царапины пробоины тоже хорошо пропечатаны ноги немножко скошены влево немножечко сзади торсика но тут вообще прям постарались очень хорошо шлем шлем косякнули косякнули есть качки они видны да неприятно но если только там прям вглядываться еще что-то то да а так принципе неплохо еще мне кажется вот здесь выйти наверно здесь вообще нету принт принта хотя он на оригинальном штурмовике должен мне нет к сожалению региона штурмовика может быть да когда не куплю фигурки имеют вот такие вот так называемые фен бластеры экшен бластеры стреляет игра очень хорошо продемонстрирую но но очень косячок и не знак в оригинальных очень сюда трудно закрепить вот данную детальку очень трудно закрепить дальше что как и в оригинальной игре battlefront у каждой каждый из этих белых штурмов имеет данный джетпак да такой джетпак встречался только в этой игре выполнен очень хорошо ну в принципе он скопирован с лего и сзади имеет небольшой такой принт и и и самое главное имперский офицер подвел имперский офицер очень хотела очень видите у него с скошено влево вот такая имперская блямба или еще что-то в принципе в целом тортик выполнен неплохо неплохо скошено влево вправо и подвела печать на лице на лице если видно она немножко скошена чуть размазана но тоже не критично не критично не с ним градусов бросается глаза только вот скучно влево такая штучка имперская так но и сама постройка сама постройка неплохая что они можно сказать в принципе китайцы очень всегда очень хорошо копируют именно постройки и звездолеты корабли никогда не косячит они выполнены как оригинальные единственные косяки это порой не бывает деталей да к сожалению такое бывает и я честно говоря не ожидал что в данном наборе меня это получает то что набор очень небольшой маленький и вот видите отсутствует такая вот приморная панелька тут справа слива на есть право нету очень нет на самом или расстроила принципе то же самое что и можно выйти в оригинале так что могу сказать о да очень популярные сейчас на эти бластеры и бластеры тоже action стреляет он очень хорошо в этом убедились их две одну я уже когда потерял куда швырнул упала она так ну что могу сказать о данном наборе попал я на алиэкспресс за 400 рублей мне вышло где-то 300 рублей он сам стоит и 88 рублей по моему была доставка что могу сказать в целом набор подтянет четыре из пяти из четыре из пяти так как нету одной детальки кое-где скошно принты а так в целом штурмовики очень отлично очень хорошие и если вы хотите себя и конкретно пельских штурмов таких оригинальных или по battlefront то стоит взять этот набор определенно стоит этот набор если у вас нету оригинала но вы хотите его получить 4 из 5 моя оценка всем спасибо за сбор за обзор подписывайтесь и ставьте лайки